Приветствую дорогие друзья! Сегодня у нас интересно небольшое видео по поводу майнинга эксперимента. Сегодня последний вывод денег, который я сделал с Найсхэш. Дело в том, что в последнем видео, которое было по выводу денег, деньги я вывел за последний срок до 18 сентября. И дальше переключилась такая ситуация, что через 5 дней Найсхэш начал выдавать совсем не те результаты, которые мне хотелось бы. Соответственно, вот сами посмотрите, примерно ферма приносила 1200, 1300, 1500 рублей, 1500 рублей и резко доход упал. 600 рублей, 400 рублей и даже меньше. За 21 сентября там вышли вообще копейки, это даже показывать стыдно. Почему так произошло? Найсхэш это по сути мультиплатформа и она сама регулирует на какой алгоритм отправлять ту или иную видеокарту. Соответственно, 4 гиговые видеокарты к тому моменту еще копали основной эфириум, но эфир классик они уже не копали. Именно в тот момент они перестали копать и была проблема с тем, что ферма вылетала. То есть я мог даже мониторить через Teamweaver и смотрю, просто в определенный момент было переподключение и Найсхэш просто эти видеокарты кинул на эфир классик. Соответственно, дэкфайл на эфир классике немножко больше, чем на эфире основном, соответственно, ничего из этого хорошего не получилось. Одна единственная 580 карта, которая у меня стояла в сборке, она прекрасно вывозила все это, потому что у нее 8 гигов, а вот все 4 гиговые карты начали сыпаться. Буквально одни сутки я с этим как-то промучился, я думал, ладно, пофиксит, ладно, исправит, еще что-то. Но нет, Найсхэш выдал сообщение о том, что прекращается вообще поддержка 4 гиговых карт, я такой, ну окей, буду тогда сваливать, но перед этим надо вывести последние деньги. И как в прошлый раз, я выводил Сатоши на свой кошелек в Эксмо. Соответственно, здесь у нас примерно 700 тысяч Сатош, то есть 0,007 биткоина. Перевел их на свой счет в Эксмо. И вот они отображаются, 0,00704 тысячи, собственно, Сатоши за сентябрь 21 число, 22.53. Занимался этим вопросом поздно ночью, потому что было не в терпеж, ферма практически стояла, никакой доходности не приносила, и очень хотелось терять деньги. Надо было срочно вывести эти деньги и перенастроить ферму на работу с другими алгоритмами на другой платформе. И как в прошлый раз, я не стал торговать на бирже этими Сатошами, перешел сразу в обменник. Сюда добавилась небольшая сумма, которая у меня уже была на счету в биткоинах, там буквально 17 тысяч Сатошей, они плюсанули сюда. И после конвертации по курсу 10400 долларов за один биткоин получается 75 долларов. Также у меня на счету было еще 8 долларов, итого у меня 83 доллара, я решился сразу вывести. Зачем выводить только 75, когда я могу вывести все сразу, и тем более порог вывода немножко больше будет, и это нам пригодится. Все как в прошлый раз, вывести USD, Xcode, который тогда еще работал прекрасно. То есть выводил именно доллара через Xcode с помощью сайта basechange.net. Выбрал Exmo USD на Альфа-банк. И выбрал один из самых первых обменников, который мне подходил и по курсу, и по минимальной сумме для вывода. Заполнил все данные, ввел сумму 82 доллара. Но я так посчитал, с учетом комиссии, как раз 82 примерно получится вывести. Убедился в правильности введенных данных и нажал подтвердить заявку. Заявка была создана, и в течение 20 минут необходимо ее оплатить. Создать Xcode на сайте. Что я, собственно, и сделал, но, к сожалению, не с первого раза оказалось, что после обмена биткоина счет немножко замораживается минут на 10-15. Соответственно, получилось создать Xcode только спустя минут 15. Подтверждение для вывода пришло на e-mail, нажимаю подтвердить, копирую получившийся Xcode и вставляю его на сайт. К слову, тогда уже оставалось полторы минуты. Статус операции «Заявка принята в обработку», ожидайте получения средств на указанные реквизиты. И буквально через одну минуту статус обновился, операция выполнена, средства отправлены на указанные вами реквизиты. И буквально через пару минут мне были зачислены на карту 6 235 рублей. Вывод денег на этом этапе можно считать завершенным. А теперь давайте расскажу, куда я дальше перенастраивал ферму. В одном из предыдущих видео я ставил вот такую пасхалку, там где я создавал, собственно, SSD-диск с HiWS. Некоторые люди заметили, некоторые не заметили, но ничего страшного. Да, я перешел на HiWS. В чем-то плюс, в чем-то минус, но в целом это была безысходность, которая была продиктована тем, что видеокарты перестали на найсе работать адекватно, поэтому надо было что-то делать. Поэтому я записал несколько SSD-шек и все-таки подкинул это все дело туда. Получилась у меня следующая ситуация. Сейчас вы видите скриншоты промежуточного этапа настройки, разгона. То есть здесь я не указывал определенные значения по ограничению в потреблении, но здесь уже я выжал плюс-минус скорость необходимую. То есть 29,4, 29,6 примерно карты выдавали. Некоторые, конечно, выдавали поменьше, некоторые побольше. Что касается 580 RX, я в этот момент экспериментировал и не смотрел вообще на потребление. Мне интересно было, сколько максимум можно выжать с этой видеокарты и отдельный видос по разгону этой карточки будет. Может актуально, может не актуально, но я его выложу так или иначе, рано или поздно. И вот получается, что суммарно здесь у меня было 15 видеокарт, но 580 в расчет мы не берем, потому что она большую часть времени была отключена и стояла в моем основном компе. Поэтому система ее не видела и показывала вот примерно такую скорость. Суммарная заявленная скорость была примерно 425 МХ в секунду. Скорость, которая доходила до сервера 415, а средняя скорость за 24 часа засчитывалась примерно 398 МХ в секунду. Это без разгонов и некоторые карты все-таки выдавали битые шары, поэтому это все еще потом настраивалось. Но, честно говоря, лучше особо не стало. Доходность показывалась примерно 11,5 доллара. Самый максимум, который я видел за те дни, это получается примерно 12 долларов. И, честно говоря, это меня очень сильно расстраивало. Но потом я зашел на сайт на СХ, ввел туда также количество карт 14 штук. Правда, я считал 570 8 гиговый, ну хрен с ним, пусть считает даже так. Так, 570 8 гиговый, 14 штук. И оказывается, что да, примерно при таком раскладе получается то же самое, около 12-13 долларов доходность. То есть я особо не потерял ничего, оказывается в те дни просто было некоторое падение доходности на всех платформах. Честно говоря, это было немножко обидно, когда предыдущие дни у меня доходность была 1300-1500 рублей, а здесь получается около 900 рублей. В общем, такое вот видео получается. С наискэша я ушел, перешел на HiWS, доходность упала, к сожалению. Но зато я занялся разгоном и настройкой видеокарт в тот момент, и это плюс на самом деле. Также в HiWS я тестировал за это время видеокарты 1660 и 1660 Super. 1660 вы уже видели, 1660 Super скоро тоже выйдет. На самом деле интересная карточка, и там есть о чем поговорить. Что касается дальнейшего развития ситуации, после того, как я ушел с наискэшей, перешел на HiWS и настроил карты. Дальше да, все так же продолжало работать, но количество карт уменьшается. Буквально каждую неделю по одной карте у меня уходило. На данный момент ферма почти себя окупила, остается совсем-совсем немножко. В общем, ребят, такое немножко сумбурное, возможно, видео получилось. Если вам оно понравилось, либо было интересно, вы знаете, что делать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.